Здравствуйте! В студии Алексей Применин. Вместе с коллегами я расскажу о новостях к этому часу. И вот кратко о ключевых темах. Важнейшие для нашего региона проекты обсуждались на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Подведем некоторые итоги. АЦБК уменьшил сумму выбросов парниковых газов. Какой отчет предоставил комбинат? В Холмогорском округе возобновили слет студентов-медиков. Будущим врачам рассказали о вакансиях, условиях работы и жизни на родине Ломоносова. Синоптики озвучили прогноз. Погода будет меняться не раньше 20-х чисел апреля. И это напрямую повлияет на обстановку на реках Поморья. В связи с отрицательными дочными температурами воздуха, интенсивность развития ледохода на реках Северной Двине и Ваги снизится. В случае установления затора ниже села Красноборск, ожидается повышение уровня воды по гидропосту Телегова до отметки неблагоприятного явления. Это 6,5 метров. По прогнозу синоптиков, ночью сохранятся небольшие морозы от 5 до 10 градусов. Местами возможны понижения до минус 15 градусов. Потеплеет только с середины следующей недели. В южных районах до плюс 12 градусов. Осадки в виде дождя и мокрого снега. В Архангельскую область с рабочим визитом прибыл вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с губернатором Александром Цибульским и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чукунковым он посетил Центр судоремонта «Звездочка», а затем провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Центр судоремонта «Звездочка» – ведущая судоверфь России. Делегация правительства страны осмотрела ее основные производственные мощности. Увидели и работу 3D-принтера по металлу. Сотрудники с помощью лазерного выращивания создают детали для судового машиностроения. У нас сейчас в проектах вот такие вот межмоджетные кольца подобные, винты там уже больше как для декоративки делаем иногда. В основном корпуса какие-нибудь, то есть такие относительно несложные. То, чтобы понимали, все это делается изначально как заготовка, а потом уже идет на обработку, фрезеровку, токарку, именно для чистовой. Делегации показали производство винторулевой колонки ледового класса. Центр пропульсивных систем «Звездочки» готов серийно выпускать такие устройства. Три контракта. Первый на 3500. Благодаря этому контракту уже серийно поставлено 6 колонок. И в настоящей эксплуатации работе находятся еще 4. ДРК 3500 – это вот тот образец. Пока он в серию не пошел. Важнейшие для нашего региона решения приняты на заседании Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое провел вице-премьер Юрий Труднев. В первую очередь обсудили ход исполнения поручения президента России по развитию Северного морского пути. Отдельно поговорили о развитии Архангельского транспортного узла, достижении целевых показателей грузопотока. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2024 году выйти на уровень грузооборота по Северному морскому пути 80 миллионов тонн. Для того, чтобы выйти на этот уровень, мы задали вопросы еще раз всем компаниям. Мы с ними постоянно общаемся, кто на какие объемы грузов выходит. Некоторые сложности есть. У нас уменьшился объем транзита. Но мы сейчас еще раз поговорили с компаниями. В принципе, компании готовы перенести часть потоков с других, скажем так, транспортных коридоров. Мы должны посмотреть экономическую целесообразность этих действий, чтобы это было не в убыток, чтобы это работало на экономику, а не против нее. Но, тем не менее, мы будем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы выполнить поставленную президентом задачу. Также на заседании президиума Госкомиссии рассмотрен вопрос о создании в Архангельской области территории опережающего развития. По словам губернатора Александра Цибульского, регион совместно с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики предлагает развивать два направления. Промышленный парк для размещения малых и средних промышленных предприятий и проект Арктический квартал. Который касается государственной поддержки жилищного строительства. Крайне важный для нас вопрос с учетом сложности и количества аварийного жилья на территории области, с учетом дефицитного рынка, что у нас в области спрос превышает предложение на жилплощадь. Поэтому для нас любые механизмы поддержки инвесторов, готовы вкладывать деньги в эту сферу, являются с одной стороны крайне социально значимыми и важными для жителей, а с другой стороны могут и повлиять в том числе и на сдерживание роста цен за квадратный метр, который мы с вами ежегодно видим на территории области. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в Арктике задействуются самые эффективные инструменты, которые уже используются на Дальнем Востоке. Один из них – президентская единая субсидия, распространенная на Арктику. Всего 7,8 миллиарда рублей выделено на бюджетную трехлетку и более 80 важнейших проектов реализуются, вот в том числе в результате нашей работы с Александром Исаталичем в Архангельской области. И реконструируется центральная площадь города Архангельска, и реконструируется заведение здравоохранения, приобретайте медицинская техника. И сегодняшние решения позволяют сбалансировать две главных составляющих развития – это социальное развитие и развитие экономики. Этот же инструмент позволит Архангельской области приступить к созданию арктических кварталов и обустройству индивидуальных парков, чтобы обеспечить импортозамещение и новые рабочие места. Создание территории опережающего развития в Архангельской области президиумом Госкомиссии поддержано. Александр Богданович, Евгений Зыков, Светлана Михеевская, Регион-29. АЦБК уменьшил сумму выбросов парниковых газов на 39%. Это данные по итогу 2021 года по сравнению с базовым 90-м годом. Таким образом, добровольное обязательство комбината по сокращению выбросов к 2030 году выполнено уже больше, чем на две трети от плана. Факторами, которые помогли в этом, стали увеличение доли биомассы в топливном балансе, снижение энергоемкости производства продукции, сокращение объемов потребления электроэнергии от сторонних источников. Отчет о выбросах парниковых газов Архангельского ЦБК успешно верифицирован по международному стандарту. Напомним, что свою первую климатическую стратегию на период до 2012 года комбинат принял в 2004-м. На тот момент АЦБК был единственной российской компанией, добровольно взявшей на себя такое обязательство. По итогам периода цель была достигнута, что было подтверждено независимой уполномоченной организацией, проводившей верификацию данных. Вторую климатическую стратегию комбинат принял на период до 2020 года. В ней был поставлен более амбициозный план сократить выбросы парниковых газов на 30%. И эта цель тоже была достигнута. Сейчас уже третья климатическая стратегия. До 2030 года количество выбросов должно сократиться на 55%. Слет студентов-медиков спустя 11 лет возобновили в Холмогорском округе. В этот раз 40 представителей Архангельского медицинского колледжа и СГМУ на месте смогли познакомиться с будущим работодателем и определиться с трудоустройством. Возможно, кто-то из них в ближайшее время захочет переехать на родину Ломоносова. Ни в одном крупном городе к вам не будут относиться с таким уважением, как на селе. Такими словами приветствовали студентов-медиков на родине Ломоносова. Это уже четвертый слет в Холмогорском округе. Староста нашего курса в беседе выложил, что нужны люди для слета. Я подумал, что это очень хорошая возможность увидеть прекрасное место, купать в нем. И я понимаю, что я не зря сюда приехал. Студентам рассказали о вакансиях, условиях работы и жизни в Холмогорском округе, а также о перспективах модернизации медучреждений. К слову, сейчас подходит к концу масштабный ремонт Холмогорской ЦРБ и обновление поликлиники. В планах ремонт больницы в Емельске и ФАПа в деревне Хомяковская. Просто я здесь вижу перспективу. То есть медицина всегда развивается очень многогранно. На самом деле я бы хотела поработать, хотя бы просто понабраться опыта и, конечно же, учиться. То есть закончить ординатуру, более стать узким специалистом. Студенты провели для местных жителей профилактические акции с измерением давления и ЭКГ, а школьников и педагогов научили основам оказания первой помощи. Потребность в новых медицинских кадрах большая. Среди студентов уже есть те, кто после окончания учебы готов приехать сюда на работу. Если у тебя целевое от Архангельской области, ты можешь отрабатывать целевое в любом районе при наличии мест. А так как в Холмогорском районе очень много вакантных мест, большой кадровый дефицит, то, скорее всего, возможно и в Холмогорском районе. С учетом северных и дополнительных президентских выплат молодой врач на селе может ежемесячно получать прибавку к зарплате около 35 тысяч, оплату найма жилья, другие преференции, а доброе отношение и знакомство с жителями помогают студентам определиться с выбором. Алексей Макеев, Алексей Верещагин, Регион 29. Листву сложить в отдельные мешки, а ветки перевязать. Так они не разлетятся. Отходы данного вида следует размещать в специальном бункере или отсеке для крупногабарита, если их нет, возле контейнерной площадки. Но в сами контейнеры их выбрасывать нельзя. Эти отходы не относятся к ТКО. К тому же листва и ветки легко воспламеняются. Это может быть небезопасно. Отметим, что собранное после субботника вывозится на основании отдельного договора. Об этом необходимо позаботиться администрация муниципальных образований, отвечающим за уборку общественных мест и УК или ТСЖ, введение которых дома и прилегающая территория. Итоги пятницы, как всегда, в 19 часов. Не прощаемся и ждем вас. Субтитры создавал DimaTorzok